у каждого народа есть свои обычаи своеобразной традиции татарские имена представляющие собой неотъемлемую часть языка культуры истории ревиги татарского народа является важной областью научного исследования как выбрать красивые а также редкое необычное созвучное имя ребенку отвечающие не столько духу времени и эпохи а сколько каноном ислама сегодня вместе с вами мы разберем одну из популярных имен татарских имен которые очень распространено это имя или на имя ильнар происходит от татарского и арабских языков чтобы понять разрешено ли дозволено ли с точки зрения ислама называть своих детей именем ильнар мы просто заглянем слова арабско-русский словарь и посмотрим имеет ли это имя какие-то негативные негативное значение и вообще как она переводится итак поехали вот мы с вами записали это слово это имя ильнар если разделим его на две части она делится на две части то есть первым если возьмем иль то с татарского языка это будет означать как родина в арабском языке то есть слово родина она не имеет никакой негативный оттенок то есть точки зрения религии родина не имеет никакого плохого значения если взять арабский язык то мы словаре баранова классическом словаре нашли слово которые читается как или или то в переводе с арабского слова или он переводится как первое значение родство второе союзный договор и третье это ненависть вражда то слово или имеет вот такие три значения что касается второй части этого имени то есть это нас интересует сейчас вот эта часть на на и уже с вами разобрали теперь разберем вторую часть это слово на часть на открываем опять же тот самый словарь арабского языка и находим там нарт в переводе с арабского языка означает огонь огонь пожар огонь и пожар если заглянуть словарь далее то при при прибавлении к слову мир определенный артикль олив лям вот вы здесь увидите олив или то он уже будет в таком значении как от от то есть адский огонь в таком плохом значении можно сказать то есть она еще есть такое такое выражение ахлюнар то есть обитатели обитатели огня вот это что касается разбора имени и нар как мы с вами видим с точки зрения татарского языка или имеет нейтральное значение родина с точки зрения арабского языка это раз родство союзный договор ну третье ненависть вражда и слово нар это огонь пожар слово огонь и пожар не обязательно должно означать именно от именно адский огонь она также может означать пламя огонь совсем другом значении не значение ада вот такой небольшой разбор этого слова этого имени итак после такого небольшого разбора мы поняли что имя ильнар не несет себе негативный оттенок не несет себе какой-то плохой смысл и поэтому с полной уверенностью можно спокойно нарекать своих детей и с точки зрения ислама с точки зрения канонов ислама это имя будет абсолютно нейтральным и не будет нести себе какой-то негативный смысл как смысл огня адского огня или адского пламени и как мы поняли из арабского языка адский огонь он имеет свое произношение а имя ильнар она даже если его попробовать подвести под адский огонь или пламя ада она не будет переводиться в таком значении как адский огонь или адское пламя поэтому уважаемые мусульмане при наречении своих детей постараемся обращать внимание на имена и выбирать имена самые наилучшие прекрасные с глубоким смыслом в одной прекрасной книге имама новой шафийский ученый книга называется аля скер на 263 в этой странице имам привел хадис пророка мухаммада сало аллаху алейхи вассалям баса аллахи вассалям сказал именно кум товувы на юмили грана би асмайк у вас на и кум фа охсину асмайку фаах си на основе кум сын арк у рок со работ в ролике вассалям сказал поистине в судный день вы будете призваны по вашим именам и именам ваших отцов так улучшайте то есть выбирайте наилучшие красивые имена пусть всевышний аллах облегчит нам понимание ислама облегчит нам понимание нашей религии и наставить всех на пульт истину ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуха